всем привет мне говорят что я уже в эфире у нас с вами продолжение разговор на тему питончика вот я уже предупреждал что плотность того чем мы делаем будет пока что возрастать потому что с одной стороны мы занимаемся вещами довольно понятными с точки зрения ну с точки зрения того как это как тем пользоваться а с другой стороны там под капотом лежит много всякого интересного и даже в таких примитивных штук как именование переменных мы помним мы помним что на позапрошлой лекции мы нашли всякие интересные вещи вот поэтому сегодня будет довольно плотное изложение готовьтесь к этому ибо мы разговариваем о каких-то вроде бы простых вещах как таких последовательности и цикл который перебирает эти последствия эти последовательности вот для начала немножко отступлений которые нам понадобятся когда я буду при приводить пример как мы уже видели в прошлый раз как мы видел уже в прошлый раз питончик где-то там в этом самом под капотом представляет собой набор объектов методов над ними еще там немножко операторов буквально их там несколько полтора десятка каких-то операторов все остальное это методы и какие-то красивые синтаксические обороты вокруг методов вот тут надо ввести как это некоторую неясность в наш разговор вот я буду пользоваться понятием метод объекта а также понятием поле объекта но поле объекта вообще говоря с точки зрения с точки зрения меня это и есть это может быть метод а может быть поле данных поле это вот то что иерархически запрятного объекта вот это будет некоторая некоторая неразбериха не 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 иногда под словом поле я буду иметь ввиду одно иногда другое терпите формально говоря существует определение атрибут вот атрибут это одновременно и методы поле и тогда если мы говорим что вот атрибут объекта такие то значит полем объекта можно называть поле данных а методом объекта вызываемое поле вот мы с вами когда будем говорить про функции это кажется будет на следующий раз уже поговорим о том что такое функция чем она отличается от других объектов спойлер наличием метода call больше ничем вот за любой колы был объект это объект который есть метод бла-бла-кол бла-бла все ну вот вот значит если я вас еще не окончательно запутал продукт продолжим дальше может быть не удастся это в течение лекции любые операции как мы с вами видели это метод методы такие мы с вами видели пример того как как работают ну скажем операции умножения вот да мы можем написать что-то типа строка умножить на число и получить или число умножить на строку и получить результат вот а можем написать что-то типа стр это класс ну или даже не так а б равняется строка число да вот мы можем сказать а точка му от б и получить абсолютно тоже самое не совсем а ну конечно бы у нас чему равно молодец да вот вот да значит напоминаю что с точки зрения питона почти что но не окончательно почему не окончательно мы поговорим вот прямо сейчас с точки зрения питона почти что замена вот это красивого выражения а умножить на б менее красивым выражением вот таким это почти что одно и то же почти что но нет да кстати раз уж пошла такая пьянка мы вообще можем взять и вызвать метод класса который является обычной функции написать что-нибудь в таком духе стр это у нас тип строкового объекта дальше мул и дальше передать ему а и б что тоже приведет к тому же самому результат вот значит вот такая штука это такой упрощенный такой вырожденный протокол в котором написано что операция заменяется на вызов метода в питоне есть понятие протокол она более сложная мы сегодня будем говорить о некоторых понятиях в некоторых видах протоколов это такая дисциплина логического оформления синтакса которая преобразует и одно в другое в частности протокол альфметической операции вот такой с умножением он более хитрый чем мы кажется об этом говорил но повторюсь он более хитрый чем мы сейчас видим потому что например был умножить на а мы можем написать но бы у нас типа int и вообще говоря объект типа int не знает как его умножать на строку мы не можем написать вот такого бы мул от а точнее нет можем но у нас получится нечто что вернет это не исключение это не ошибну это не исключительная ситуация это именно объект специального класса not implemented type и этот вот объект not implemented как раз и является частью протокол альфметической операции который протокол состоит в следующем мы пытаемся перемножить б на у сначала мы пытаемся вызвать значит как может договорились умножение это вызов метода мул первого объекта мы пытаемся вызвать метод мул первого объекта потому что это было умножение и получаем в качестве результата тот самый not implemented получив not implemented мы понимаем что данный объект не реализован в нем не реализовано такой вид умножения но поскольку арифметическая операция бинарная и скорее всего как минимум умножение еще и коммутативная да да вот значит то вполне можно попробовать умножить она бы хотя в случае не коммутативных операций это возможно будет даже другая операция поэтому получив not implemented протокол арифметической операции пытается вызвать следующее а ну от бы то есть операцию некого правого умножения который случае коммутативной операции такая же да а в случае не коммутативной может быть там ну скажем знак поменен еще чего там какая разница вам вот и он работает то есть под капотом нашего синтаксического сахара лежит гораздо больше чем замена какого-то какой-то красивый языковой операции на соответствующий метод а как правило лежит там во многих случаях лежит целый протокол который там будут обладать некоторые логик вот если вам интереснее дальше то можно сходить по ссылкам прямо вот в описании api питоновского если вы хотите реализовать объект на си то есть встроить его в питон или сделать модуль который будет реализовать номер протокол вот пожалуйста api на си питоне которое должно быть значит реализованы тут довольно много но это потому что вы числовом протоколе довольно много операций вот вот пожалуйста если вы хотите нарисовать это на питоне в виде полей вашего класса вот эти методы которые нужно реализовать вот пожалуйста вот все все вот это есть про то как такие объекты делать и такие классы делать мы разумеется с вами поговорим ближе к концу семестра когда будем говорить про объектную модель а пока что вот значит пример слова протокола обратите также внимание на то что я не устаю это повторять что питон язык строго типизированный просто в нем типизированный исключительно объекта именно нет вот мы не можем помножить да не так мы можем попытаться помножить строку число на строку да и мы даже получим результат но это будет вполне очевидный результат при попытке помножить ровно число на ровно строку вызвать соответствующий метод ну вот вот с этим приведом давлением мы его пока повисаем в воздухе значит мы теперь немножко поняли что такое протокол но замечаем что последовательность про которую мы будем говорить дальше это в общем тоже такой протокол вот так называется секвенспорт окол любой объект обладающий некоторым набором свойств о котором мы сейчас поговорим это и есть это и есть последовательность о значит давайте сделаем паузу и немножко так самый шумовой аккомпанемент вот под подергаем ногами вдруг у кого-то вот да 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 все но потому что когда это происходит неожиданно в середине лекции то еще неизвестно что хуже показывать лектору напиток или а можно одновременно это наиболее эффективно значит цикл for цикл for выглядит у него общий вид вот такой for дальше идет через запятую список имен которые будут связывать элемент последовательности дальше будет следовать последовательность каждый элемент которых состоит из вот такого числа именно этих самых субэлементов но дальше тела последовательность я еще не сказал что из себя представляет я расскажу сейчас да это пока что такое абстрактное понятие некий набор некоторых метод сейчас все все будет дело вот в чем дело в том что наиболее тупой способ цикла for известен всем вот это for in range то ну скажем от 2 до 9 с шагом 2 тут вот скобочек не хватает вот значит что идет происходит во первых вот в этом месте где написано перри имена у нас ровно одно имя значит мы ожидаем последовательность каждый элемент которых состоит являются последовательности из одного элемента или просто единичным элементом вот это во первых во вторых тут вот надо было пробельчики наверное стоит для для фэн-шоя вот так да но это совершенно неважно вот во вторых справа стоит нечто являющийся последовательность от последовательность чего но мы видим на примере что это просто арифметическая последовательность как она есть то есть вот этот объект range представляет собой нечто что при каждом обороте цикла for порождает некий объект данном случае целое число которое связывается переменные и дальше вот внутри внутри блок со ступом это переменные и в смысле имя и указывает на это объект вот в случае рейнджа это так называемый вычислимый объект никто не хранит арифметические последовательности в памяти от начала до конца потому что их можно вычислить по той формуле которую нам рассказывали в школе еще да мы можем написать равняется range вот ну не знаю там и никто не пострадает это просто действительно будет раньше одну то есть ну вот арифметическое последовательность от нуля до вот если мы начнем проходить цикл он да тут будет сколько 10 нет миллион миллион оборотов цирку потому что это последовательный миллион за счет она конечно заканчивается в этой 1000 миллион вот значит естественно последовательностью являются строки кортежи списки ну давайте вот с кортежем попробуем да значит вместо вместо range range мы еще вернемся вместо range попробуем поговорить с кортежем кортеж у нас здесь должен быть в скобочках один ну не знаю но он да это вот совершенно очевидно что у нас значит был создан объект из четырех элементов значит имя если я связалась в один один элемент в том 2 потом то есть в смысле 0 1 в общем ничего абсолютно ничего подковерного здесь не произошло да вот у нас создался объект у этого объекта есть человек спрашивает является ли ленивыми вычислениями когда объект хранится в памяти сразу возвращает элемента по одному не малейшего представления мне кажется в этом в этом вопросе целых две неточности которые не могу во время лекции дешифровать любые вычисления тогда что-то не вычисляется давать потому что не нужно в данном случае если еще если вопрос про range это просто так и называется вычислимая последовательность мы такие вычисли бы последовательности будем делать когда будем говорить про итератор вот ну не такие мы похожи значит во всех этих точно так же работает оператор брейка континью как мы с вами делали это в цикле вайл да что-то типа if и равняется if not и break да вот точно так же работает операция к оператор континью как как в обычных циклах да он проскакивает нижнюю часть перескакивать на начало вот и точно так же работает работает клауза else к циклу как это было в случае вайла напоминаю что клауза else к циклу срабатывает только тогда когда сработал брейк а если брейка не было значит выход из цикла произошел как бы естественным путем потому что условия больше не условия ну вот вот если пустых объектов не было то новое пти общество а если вот так в смысле вот вот пожалуйста вот в случае цикла for такого строгого разговора о том что смотрите условия больше не выполнилось поэтому мышечный цикл не не невозможно провести но тем не менее понятно да вот вот из этого примера понятно что если последовательность закончился а в действительности я скажу так итератор исчерпался потому что справа должен стоять итерируемый объект объект по которому можно пройти от начала до конца да вот если итератор исчерпался а брейк не было то клауза else выполняется а если вы их пришел по брейку то не помню вот этот также точно работает с другими последовательности вообще с любыми классами у которых есть который поддерживает протокол итерирования вот до которой мы сейчас дойдем например например строки являются последовательность пожалуйста до строка поддерживает протокол итерирования тут есть один маленький нюанс про который мы еще вспомним когда будем говорить про строки но не лишний его пропалить прямо сейчас строки это очень особой последовательности знаете последностью чего являются строки в питании нет последовательности строк просто единичной длины понятия символ все вообще не существует кажется за исключением специальных типов данных типа боится но об этом будем говорить позже такие дела то есть после строка это довольно забавная штука вот мы можем взять элемент строки он будет строкой мы можем взять элемент этой строки ну как минимум 0 он тоже будет строкой так можно делать до тех пор пока мы не устанем вот но тем не менее значит вот еще немножко про последовательности прежде чем мы перейдем к собственно списком и картежа вообще слова последовательность в разных формулировках питаниях питания синтакса встречается довольно часто мы с вами с ней уже на самом деле встречались когда делали множественное присваивание мы говорили что-то а запятая b запятая c равно вообще-то тут можно писать range вот допустим 2 до 8 с шагом 2 до вот справа стоит последовательность любая здесь же точно также мы могли написать и картеж с трех чисел и так далее слева стоит адекватное количество элементов вот поскольку это сегодняшняя тема сразу скажу что в принципе мы можем написать вот так нет вот так мы написать не можем почему потому что последовательность справа состоит из там не помню уже скольких но восьми элементов скорее всего а последовательность лего всего стремя из трех но мы можем взять и написать здесь к чел сказать вот пожалуйста первый элемент последовательности в аппу свежи именем а последний именем c а все остальные именем b вот один к чел можно написать внутрь такого присваивания довольно удобно если вам нужно по быстренькому разбить на кусочки потом собрать обратно вот кстати сказать вот тут у нас получился список до результатом результатом вот такого множественного присваивания является первый элемент последовательности из начала второй из конца и список тех элементов последовательности которые были посередине понятное дело что дойти до того чтобы каким-то волшебным образом не знаю общаясь с космосом понять что вот этот объект должен тип быть типа рэндж и придумать как его сконструировать из остатков питон не может вот питом вообще не вообще в питоне нет никакой их никакой магии никаких чудес исключительно все вот такое вот интеллигибельные и на поверхность лежащие почти вот поэтому мы сделали список чем список не последовательность от личность последовательность вот что еще помните у нас были условные операторы и такие множественные множественные а больше бы больше c в принципе вы можете даже сделать так у нас есть функция и не и не и не на букву а начинается вот и здесь можно написать что-то типа 1 меньше 2 2 только надо чтобы в ней было последовательность 3 12 true а если здесь будет какой-нибудь false тофу а и не пол фолз вот функция и не это такой большой ор 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 там вот а функция он это такой большой and 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 вот при этом внутри нее стоит как мы видим последую здесь стоит картеж но мы можем написать ну что угодно да там даже range можем написать почему нет кстати давайте проверим и не нет all range от минус пяти до восьми с шагом 3 true а если шагом 1 разумеется фонс потому что среди этой альпометической прогрессии есть но ну вот все наконец-то мы начнем говорить про хранимые последовательности вот сразу скажу что вот есть документации по питону что можно сделать с последовательностью медальте 1 одним глазком по сму одной одним глазком посмотрим любые последовательности которые поддерживают просеку вас протокол можно проверять наличие элемента в них или отсутствие элемента в них обратите внимание на синтактический сахар нуты им через пробел это такая операция однократная это сделано для того чтобы не писать нот скобка что-то ин что-то скобка закрывается потому что этот нот еще не понятно нужна скобка не нужна скобка задолбаешься пишите но от in будет вам счастье и красиво читаться можно умножать последовательность на число с обеих сторон любую если она поддерживает целиком протокол последовательность разумеется можно обращаться к элементу последовательности можно брать секцию мы про это еще посмотрим можно вычислять длину на самом деле она не вычисляется хранится вот можно по ней гонять некоторое количество функций вычислять минимум максимум и считать количество элементов и проверять имеется ли в последствии индекс элемента в этой последствии нет не обязательно эти элемент могут не хранится в общем случае последовательность это одно из двух либо метод гитай чем у вашего класса либо метод итер вашего класса в случае get a этом и это будет индексируемая последовательность случае метода нет только итерируемый если у вашей последствии нету метода итерну есть метод гитает им протокол допустим сегмент протокол который используется в цикле for он просто изготовит из этого самого гитайта мы итер самым простым способом. Возьмет лен, который у вас есть, возьмет, значит, индексирование с нуля до лен минус один. Все. Вот. Ну, в принципе, да. Вот давайте сейчас про гитайтам что-нибудь такое... Нет. Давайте сначала все вот эти штуки попробуем ручками, а потом про гитайтам я покажу, как это делается. Значит, умножение на число и сложение. Ну, вот давайте мы кортеж кортеж возьмем. Вот. А умножить на 8. 8 умножить на А. Это все там. 2 умножить на А. Это все очевидные штуки. Хочу сказать, что напомнить вам, что кортеж немодифицируемая последовательность. Этот объект никогда не модифицируется. Он лежит в памяти. Если вы говорите что-то типа А плюс равно допустим, раз, два, три, это не значит, что вы модифицируете кортеж вот этот. Да? Да? Вовсе нет. Вы конструируете на основании него новый кортеж. Вот такой. Это два совершенно разных объекта, о чем нам будет говорить идентификатор. Вот тут такой, а если еще написать, тут будет уже другой. Ну да, значит, вот это было сложение с однотипной последовательностью только в такой форме А равняется А плюс что-то. В случае кортежа это однозначно А равняется А плюс 1, 2, 3. В случае списка нет. Но мы в этом чуть позже. Вот. Ну что можно еще? 3 in A есть, 33 in A нету, 33 not in A есть. А дальше, да, и сравнение. Значит, сравнение всех последовательностей происходит единым алгоритмом, если вы не определили самостоятельно такой метод. Этот алгоритм лексикографический. Вы просто сложите два нулевых элемента, если они равны два первых элемента, если они два вторых, и пока не наткнется либо на то, что один элемент больше другого, тогда вся последовательность больше другой, или на то, что одна из последовательств кончилась, тогда она меньше. Да? Вот все тот же А. Меньше ли он последовательности, ну скажем, 2, 3, 4? Тупой вопрос. Нет, конечно, потому что... Вернее, не нет, конечно, а да, конечно, потому что А начинается на единичку, а вот это начинается на двоечку. Лексикографическое сравнение нам скажет, что уже первый элемент больше, да? Даже если мы напишем вот так вот. А вот так вот это интересно. Он говорит, нельзя сравнивать строки с этими самыми. Хорошо, а вот так вот. А, не здесь. Вот здесь. Во, false. Обратите, кстати, внимание на то, вот тут кто-то говорил про ленивые вычисления, что нулевой элемент мы сравнили, он равен, первый элемент мы сравнили, он равен, второй элемент мы сравнили, выяснив, что вот эта строка больше вот этой, меньше, да? больше, больше вот этой строки и результат false. Третий элемент мы сравнивать не стали, а если бы мы их сравнили, то вылезла бы вот такая ошибка. Такой типичный питончик, да. А почему вылезла, если в питоне же есть, наверное, сразу прописан для всех типов, метод, то есть тренинг, скорее всего, или нет? В питоне нет никаких подковерных преобразований типов. Вообще никаких. Да? В питоне есть заранее заданный протокол, как мы видели, но это логика. А вот определить, в какой тип надо что-то преобразовать с помощью какого-то преобразования, получится как в C++. А это, в общем, ну, особенно при очень таких развесистых классовых моделях, это очень больно. Вот. А особенно при динамической типизации. Ну, так вот. Так что теперь, когда я говорю, что типизация в питоне строгая, она в нем очень строгая. Вот. Значит, индексирование. Индексирование объектов происходит с помощью квадратных скомочек. Кто, значит, как это, догадался, что квадратная скобочка это всего лишь синтаксический сахар для некоторого метода, тот совершенно прав. Индексация начинается с нуля. Вот. Индексация начинается с нуля. Она может быть с отрицательной стороны. Вот это последний элемент. Это предпоследний элемент. Вот. Довольно удобная штука. Единственная неудобная штука состоит в том, что какое бы вы число ни взяли, вы можете попытаться взять такой индекс. То есть нет такого заранее известного числа, индекс которого в вашем кортеже, который не может быть индексом в вашем кортеже. Другое дело, что если он слишком длинный или слишком короткий, этот ваш кортеж, то вы, наверное, индекс out of range получится. Мы не сможем взять минус 123 элемент кортежа, потому что их там всего 10. Вот. Индексация. Вот тут сразу скажу, что индексация – это, как я уже говорил в начале, метод getItem. Это была A. Внутри которого передается, собственно, параметр индекс. 0, 1, 2, 3, 4. Вот он этот элемент. Вот и все. Да, значит, вот то является синтактическим сахаром для этого. На самом деле, не совсем, потому что там есть некоторое обобщение. О нем мы сейчас как раз и поговорим. Большинство встроенных последовательностей в питоне поддерживают так называемое секционирование, слайсинг. Секционирование с точки зрения, так сказать, синтекса пользователя устроено очень красиво. А от первого до, скажем, восьмого с шагом 2. Давайте смотреть. Первый. Вот он. Ну, напоминаю, что тот был нулевой. С шагом 2. Второй. Ну, в смысле, четвертый. Шестой. Сейчас, а почему до восьмого? Два. А, первый, третий, я туплю. Третий, пятый, седьмой. Все, до восьмой не включается. Напоминаю, что любая, любая, до которого, любая правая граница в питоне выключенная. Вот. Ну, давайте проверим до девятого будет. Нет, не будет. вот, значит, девятый метр не включен. Вот. Вот эта вот операция секционирования в питоне очень-очень-очень развесистая. Понятное дело, что, во-первых, вы можете не указывать шаг. Во-вторых, вы можете не указывать один из параметров в начало и конец, тогда будет взят параметр по умолчанию. Вот такая штука, напоминающая маленький баянчик такой, с одним рядом кнопок. Это точная копия нашего объекта А, не являющаяся данным объектом. Вот если мы напишем что-то типа С равняется А, то С будет являться нашим объектом двоим, ни одного, и того же объекта, А вот если вы напишите С равняется А вот такой баянчик, то естественно он не будет... Чего? Ха-ха. Неестественно. Сейчас, погодите, сейчас я втуплю в это. Ну, понятное дело, что если я напишу вот так вот, то это уже будет другое ясное дело. А тут забавно, кто-то соптимизировал. Ну ладно, вопрос. А тут я вот как раз хотел спросить, срезы это тип значения и ссылочный тип получается? Срезы это такой точный объект, какой был, того же самого типа, просто немножко это самое, немножко, ну, в смысле, пересобранный. Нет никаких ссылочных типов в питоне? Вообще никаких? Ну есть эти самые векрефы, но это вот мы их не проходим ни в этом семестре, ни в следующем. Это специальный модуль. Да? Все просто, понимаете? В питоне все просто. Вот то, с чем вы работаете, это и есть объект. Имя и объект. Да? Я даже, видите, ожидал, что вот такая операция нам вернет копию, а она не вернула копию, потому что кому нужна копия константного объекта, такого же точно. Интерпретатор сказал, да вот же он. Вот. А вот когда мы сделали, когда мы сделали... Да-да-да, скорее всего, копировать просто не нужно, да? Вот тут мне в ютубчике подсказывают. Ну вот. Значит, обратите внимание, что в качестве индекса может выступать и отрицательный параметр. Более того, вам скажу, в качестве шага может выступать отрицательный параметр. Давайте попробуем. А, допустим, от десятого элемента до третьего с шагом минус один. Давайте-то не до третьего и не до десятого, а, допустим, от восьмого до первого шага минус один. Смотрите. Вот это восьмой, это седьмой, это шестой, это пятый, это четвертый, это третий, это второй. Ну, а первый, как мы решили, не включается. Такие дела. Я даже вот что скажу. Вот последний. Это задом наперед, такой реверс объект. Хотя, конечно, можно было его так написать. А, нет, нельзя. Мы тогда получим вычислимую последовательность, которая будет ничего не хранить. Вот когда мы написали вот так, нам изготовился еще один объект, а когда мы написали вот так, нам изготовился объект, который на самом деле является ну, понятно, он умеет изготавливать все объекты исходного в задом напередном порядке, но ничего не хранит, он ничего не изготавливает копию, копию из в обратном порядке. Да, как мне тут уже, как мне тут уже советуют в ютубном чатике, вот такая же операция на списке, конечно же, будет изготавливать копию. это понятно почему. Плохо видно. У гугла с чатиком очень все странно. А, да, кстати, интересно, интересно. Тоже, понятное дело, нет необходимости, да, вот это, кто-то с оптимизировал, нет необходимости копировать константный объект, если мы возвращаем его. Смотрите, а это такое имя, если мы из памяти удалим имя А, ну, есть сколько, мы уже говорили про ревкаунт на первой или на второй лекции, да, сколько ссылок на объект есть, столько он будет жить, пока они, их количество не нулевое, какая разница, сколько имен вы при этом удалите, да, вот они эти имена, мы же их видели. А, С, вот они. Если это один и тот же объект, вот пока все ссылки не удалятся, он будет существовать. Вот. А все эти вот средства также работают и через где-то без этого адреса? Да, это как раз я хотел показать, правда, может быть, чуть позже. Хотя нет, вот прямо сейчас. Видимо, прямо сейчас. Значит, там еще один есть трюк с умолчанием, если у вас отрицательный шаг, вот такой, видите, то умолчание меняется местами, начало будет в конце, а конец в начале, это так к слову. Ну, потому что иначе такая конструкция смысла не имеет. Если шаг отрицательный, то умолчание переворачивается за одну переду. да, я как раз хотел рассказать про гитайтинг. Значит, тут мы немножко забежим вперед, заодно вы увидите, какие в питоне неимоверно простые классы. А именно, мы определим класс, который будет называться C, у которого будет единственный метод гитайтинг. self и get, конечно. Я думаю, option. Бжж. Ну, и пускай он возвращает просто то, что ему передали в этом самом option. Вот. Давайте попробуем посмотреть, а что же будет, когда мы берем, когда мы говорим, что? А, ага. Вот. Что будет, если мы напишем цен первое? Вот этому методу просто приедет единичка. Вот и все. Вот. Давайте попробуем туда передать что-нибудь очень нестандартное. Ну, не знаю. функцию. Окей. Никого не волнует. Это ваши проблемы. Работает оно или нет. Это просто синтаксический сахар для передачи параметров в метод гитайтинг. Давайте туда попробуем передать что-нибудь такого типа. 1, 2, 3. Оказывается, туда просто передается некий специальный slice object, который, собственно, давайте прямо так вот. Вот. Этот самый slice object, у него есть понятие, есть поле start, поле stop и поле step все на букву все на букву S. То есть, вот эта штука всего лишь синтаксический сахар для того, чтобы ваш гитайтинг был вызван с параметром вместо числа, точнее, вместо того объекта, который вы передали, чтобы туда приехал slice object. ну и дальше там понятно можно тут вот будет вот такое вот. Да. Ой, ну, короче, вы меня поняли. Вот и все. Дальше реализуйте как хотите. Понятное дело, что в стандартных типах это реализовано ну вменяемым способом. Но можно визуально совершенно невменяемым способом, Бога ради. Просто такая красивая квадратная скобка. Такие дела. Значит, 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 ну в случае кортежа понятное дело должен быть обязательно. Да, кстати, конечно же в этом слайсе тоже могут быть какие угодно параметры. Другое дело, что это вам никто не посчитает, если вы сами не придумаете такой тип данных, который умеет вот этот степ вот такой вот парсить. А в остальном какая разница? Да, вот еще раз. В питоне нет чудес. В питоне есть только вот некоторые остроумные договоренности. Значит, про строки мы уже говорили. Вот. Да, то есть, помните, строка это последователь строк. Вот. То есть, если мы напишем что-нибудь вот такое, то мы можем написать с, допустим, третий, и это будет строка с, я сказал. Поэтому его можно взять нулевое, а тут можно взять минус первое, а тут можно взять, допустим, вот так. Ну, вы меня поняли. Вот. Значит, из чего следует еще раз, да, что квадратная скобка это не такая штука, как, не знаю, в C помножить размер массива, вот поделить, сходить, узнать, где индекс. Нет. Это просто вызов метода getItem. Как он реализован, вот в строках он очевидно реализован не так, как в, допустим, кортежах. Вот. Значит, теперь относительно списков. Как ни трудно догадаться, помимо метода getItem, у списков есть еще метод setItem, который позволяет вписок, так сказать, прописать туда что-то. Да, мы помним, что списки задаются квадратными скобочками. Вот. А это уберем. Да, вот как-то так. Вот. Списки такие динамические конструкции. Вот для списка как раз вот такая штука, я думаю, будет false, потому что это имеет смысл. Это два разных объектов памяти и один из них мы можем модифицировать. Например, написать c, скажем, нулевое равняется куку. Да? А другой не модифицируется. Между тем, если мы напишем b равняется а, да, и напишем b нулевое, ну там, первое, равняется кукуреку, вот, то разумеется, мы модифицируем объект, на который ссылается и имя b, и имя а, потому что это один и тот же объект. Ну, очевидно. это подразумевается тем, что мы не храним последовательность строк в строке, иначе это была бы бесконечность. вот та строка, которая является частью последовательности строк, ее тоже надо где-то хранить в виде последовательности строк, а ее элементы, которые являются строками, тоже надо где-то хранить в виде последовательности строк. Нет, так не происходит. Мы храним на самом деле одну только строку, а элементы вычисляются. Ну, да. Ну, иначе бы сам питон был вынужден неприятным образом, где там это наше издевательство над строками. Вот, вот, сам питон вынужден неприятным образом иметь дело вот с вот такой бесконечный бесконечный вложить непонятно чего да и так значит списке списке имеют значит считайте и вот и вот вся вот эта вот фигня в общем абсолютно такая же да ну слушайте давайте я не буду вам уже попарить мозг тем чем вы еще не видели и тем чем не проходили давайте лучше про списке и так у нас есть список вот этот а у него можно как мы видели менять элемент на произвольный вот другой если вы например напишите а равняется ну там допустим 3 равняется какой-нибудь список то что произойдет нет конечно 3 элемент перезаменится на список никакая типизированы только объекты до список это просто штука которая хранится последовательно из других объектов все ватт он вполне себе типизирован он типа лист смотрите какие такие параметры ну вы поняли понятно да а на этом уровне на уровне того какого типа объекта до никаких разночтения нет он типа лист мы с ним не можем делать ничего другого что кроме того что морозки по степени лист вот значит ну вот тут ссылка на документацию что можно делать с модифицированными последовательными тут всякие присваивания секционирования изменение секций и еще всякие другие штуки вот в том числе например вот такие и вот такие это важно ну давайте все по очереди потрогаем помимо того что мы можем присвоить элемент списку мы можем сказать вот так неожиданный синтаксис непонятно откуда видимо взятые значит сначала времен когда питон только придумывали но не никуда не делся именно так это и происходит удаляем мощь элемента списка ровно так вас очень плохо слышно напоминаю что на лекции можно разговаривать но не тише чем я пожалуйста так что вот если есть как бы ценные мысли на снею бы ею поделиться с народом потому что ну это хорошо когда есть ценные мысли да я думаю что там конечно что-то вроде кучи но это же не куча как вот в понимании системного программирования да это целый питоновский memory менеджер который умеет вам во всякие интересные штуки например в поиск цикле циклических недоступных зависимости помните в смысле ссылок помните мы об этом говорили да то есть конкретная модель работы с память в питоне я вам не скажу но программисту туда лезть совершенно не нужно и почти никогда это даже даже меньше чем джава в джава и иногда еще ходит в кучу с объектами не помню зачем да это никто не лазит в кучу с объектами в питоне хорошо сам справляется туда надо лазить только в том случае если вы сами хотите вот изменить поведение обжиг менеджеру эту самую мэри менеджер питоне но этим мы точно не будем до этого не точно не дойдем ни в этом семестре не в следующем вот поэтому поэтому нет вполне такие вот объекты сами по себе существуют да есть правило рифкаунта ему все подчиняются а дальше дальше следите сайт а что еще можно сделать довольно забавно что секциями объекта можно проводить всякие эксперименты например возьмем сердце от двух до четырех и заменим ее на любую другую последовательность вот что при этом произошло ну во первых мы взяли секцию от а вот от по 1 момента до другого определенного во вторых от секции удалили в третьих изготовили из последствий в правой части соответствующего типа однотипную последствий вставили и вот тут кстати интересный момент что если мы например обратимся к несуществующему элементу в списке то мы получим исключение а вот если мы попытаемся изготовить секцию из несуществующих индекс то исключение не будет почему так сделано ну слушайте это удобно вас все равно надо было принимать какое-то решение либо так либо вот решили так да думаю что работать не будет ой ой интересный интерес хо ну слушайте это даже хорошо да это означает что один и тот же синтаксис не вызывает двух различных двух различных эффектов да вот в бы бы стоя вправо и в левой части мне это нравится ну вот да вы понимаете это а если еще к этому приделать отрицательный шаг то есть последствия можно как вот здесь как карта внахлёст тасует вот раз так вжух-вжух-вжух полный полный шулер ства никогда в жизни это не использовал но это можно снять ну вот значит что еще можно сделать с нашими списками довольно много значит ну вот да вот тут вот как раз да можно удалить целую по силу секции понятное дело можно удалить можно вот эту вставку давайте это сделаем потому что это прикольно значит а равняется лист от range вот допустим 20 а скажем от минус 1 до какой-нибудь 5 шагом 3 равняется кстати сколько их там ой а почему а шага минус 3 1 2 3 4 5 штук равняется ну допустим б-б-б-б-м минус 1 минус 4 минус 7 6 7 ну короче у меня поняли еще и в обратном порядке будет ошибка будет ошибка потому что когда вы указываете секцию в секции указываете шаг вы должны точно знать сколько идут как как их и распихивать как куда засовывать эти карты вот в какие промежутки вот значит тут давайте мы сделаем некоторую паузу и за проскочим немножко вперед куда в циклическую сборку значит надо только не забыть вернуться про эти методы поговорить но мы наверное их проговорим когда там будет словом методы вот другие методы списка отлично значит циклическая сборка не стоит говорить слово конструктор потому что у языков программирования в которых есть значит что-то объектное слово конструктор начинает означать совершенно другое поэтому почему-то в таких случаях говорят сборка это ситуация такая когда вы задаете ваш список в квадратных скобочках производя его из какой-то какой-то другой последовательности вот какой каким каким манером ну что-нибудь такое и умножить на 2 плюс 1 for и in range от от 100 ну 100 это много ну скажем и 20 вот значит самый простой вариант конструкции это выражение for имя in in последовательность обратите внимание что эта штука похожа на оператор цикла но таковым не является циклическая сборка она как бы для каждого типа наших объектов отдельная да вот здесь мы список создаем у нас еще мы увидим что так можно создавать множество и словарь и кажется больше ничего циклические сборки кажется бывает только трех видов вот во первых этот быстрее работает чем классический список потому что в классическом списке вам надо каждый раз делать and правда мы сейчас тоже поговорим вот во вторых это ну красиво коротко выглядит вот чтобы значит чтобы значит немножко сделать менее понятным что здесь происходит циклические сборки могут быть вложены вот как это работает это работает как если бы вот эти два цикла были друг за другом вложены вот такие то есть вообще такой декартов произведения вот этого вот этой последовательности на вот эту которая потом объединяется вот этой формулой вот в каком порядке это идет давайте попробуем посмотреть из птожи до сначала внешний цикл потом внутренний вот вот этот цикл внешний вот этот цикл внутренние были ужесточенные споры какой из этих цикла внешне какой внутренней по-хорошему все функционально читать справа налево они слева направо но нет у людей так не работает у у меня иногда так работает вот так что нет вот этот цикл внешний этот внутренний если у вас появляется переменная на должны появиться вот здесь как вот сначала внешне потом внутри из мы вот здесь напишем вот так написать можно вас вот так написать можно а вот так написать сейчас ну да а вот так написать нельзя вот потому что этот цикл внешне тот внутрь такие дела циклическая сборка хуже того у циклические сборки есть еще клауза фильтрующая клауза ив вот ив а фильтрует некоторые значения вот этого имени которого тех имен который вы не определили в циклической циклической клаузе вот вы как это с одной стороны конечно это такой типичный потому что могу вот реализация а с другой стороны если посмотреть сотающий пеп я к сожалению не заботился сегодня не заботился сегодня посмотреть в каком пепе это было предложено там была довольно разумная аргументация почему это фильтрующий клауза хорошо ибо представьте себе цикл ваш какой цикл все это нужно раскладывать получится в общем такая полотенце на 5 строк да еще и вот ну в общем меня пони вот такие дела это что касается циклической сборки напоминаю что напоминаю что как и в классическом оператором цикла если ваша последовательность сама состоит из последовательности то можно делать множественное присваивание множественное связывание писать что-нибудь такого духа for и x y in там допустим 1 2 3 4 принт x y да если сама последовательность состоит из последовательности их можно вот так вот раскладывать фиктивной длины да с помощью операции множественного связывания легко как в циклическом конструкции таков операторе фор такие дела сборки сборки пронесла сбор ну смотрите их запятая y равняется 1,2 вам и мы это же с вами проходили да это множественное связывание если слева будет не такое количество элементов как справа цикл в этом месте значит цикл оборвется на этом шаге да если мы там случайно вот сюда вот напишем напишем вот так вот то в этом месте будет ошибка вот она такая же точно необычно обычное множественное связанные просто она встречается в таких вот местах где она нужна вот it works множественное связание с качелом тоже работает а вот да вот тут 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 этот список был пустой а тут поскольку у нас был лишний элемент его значит вот тот который посерединке приехал сюда качел естественно может быть в любом месте это у меня вот так получилось что все поехали дальше а то мы не успеем прежде чем поговорить о методах работы с списками я расстрою страшный секрет который раскрою который к своему стыду в течение целого года я считал ну как бы я находился в заблуждении это был первый самый цикл моих лекций по питону я думал что списка это список в питоне лист лист питоне это не список этот динамический массив никаких вот этих адресов цепочек связанных в памяти между одним или ничего подобного точнее сказать не массив а таблица массив ссылок на объект питона вот тех самых ссылок которые по слухам и есть тот самый айди да мы с вами даже подозрительным глядом взглядом на него глядели на этот айди и думали что это уж больно похоже на за счет адрес в куче вот шты четырехразрядный обе им песи до список в питоне это массив таких вот ссылок на эти объекты массив грубо говоря массив айдишников но естественно мы пальцами в этот массив айдишков никогда не можем залезть для нас это просто вот массив таких самых объектов вот то что он массив означает буквально следующее что это последовательность вот таких вот ссылок расположенных памяти подряд и это значит что индексация по питонов скому листу это константная очень быстро операция в отличие от индексации был вот связанного списка где нужно проходить чтобы найти там 20 элемент списка на 6 нулевого и два сразу перейти по ссылке случае питонов сквы лист это просто вот операция индексации по листу она константная вот это нас наводит на мысль константность этой операции что питоновские списки можно использовать как стек у них будет очень дешевая операция добавить самый конец массива элемент константный и дешевая операция удалить один массив один элемент с конца массив для сравнения та же самая операция с началом массива будет целая линейная сложность потому что для того чтобы нам вот получить что-то типа такого вот у нас есть а а . insert 0 допустим 100 500 нам нужно взять этот массив все элемент подвинуть вправо а в это место встроить еще 100 500 вам вот сложность такой операции равняется количество операций которые нужно проделать вычислительная сложность равняется длине массивов до текущей да она у нас значит равна от а я сказал 21 вот 20 раз нам пришлось подвинуть в отличие от ситуации когда мы говорим о . пенс а пенс 42 до в этом случае нам не нужно проделывать вот всю эту операцию что просто взяли и где-то вы писатели нашего листа сказали у него длина увеличилась на единичку а в этой табличке в еще один элемент заполнили вот это считается как бы очень важным элементом свойством питомских списков до что их можно использовать как стек дешевый в смысле вычислительный дешевый вот ну и соответственно операция append и pop как на стеке который снимает одно значение тут же возвращает это вот то чем во всем предлагает использоваться при работе с при работе с питомовским списком тут возникает вопрос если наверное кто-то знает о него ответ но мне интересно не возникли у кого-нибудь вопрос править самые массивы вот 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 значит вопрос а что делать с переполнением массива предположим мы его завели ну не знаю на 8 элементов добавили 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 9 элемент куда добавлять да значит динамические массивы по моему почти все ну и в питоне в том числе я не уверен не стану утверждать что питоне ну беги до этом первым придумал динамические массивы работают на самом деле довольно просто каждый раз когда заканчивается память выведены на отведенная на за счет лист он полностью для него заводится новый блок памяти в два раза больше предыдущего и он туда копируется и это приводит к тому что примерно один раз на н эта штука называется геометрическое масштабирование когда масштабирование вашего временного хранилища памяти время хранилища данных увеличивается в н раз при необходимости но в два на допустим два раза геометрическое масштабе при этом получается следующая штука да значит если у нас наш массив закончился мы выделяем еще n элементов получается двое ну смысле еще n а выделяем 2 n элементов копируем n элементов туда дальше значит у нас получается половина значит еще свободное и дальше продолжаем работать если массив опустошается ну скажем на три четверти да то есть в нем осталось одна четверть элементов от всего размера то мы опять выделяем новое место в два раза меньше в два раза меньше копируем вот эту четверть туда у нас получается массив наполовину заполнены и мы работаем с ним почему значит да при этом вот эта операция добавления ровно n-ого элемента в массив оказывается естественно его шлидная сложность не константная а у большая то линейная почему таким образом организованный динамический массив тем не менее у него считается amortized worst case то есть не худшая средняя сложность почему она все равно считается константной по одной очень простой причине представьте себе последователь абсолютно любых операций добавления в конец массива и удаление с конца массива ну стека да вот над таким динамическим массивом любую сколько раз в этой последовательности мы будем натыкаться на масштабирование в большую или меньшую сторону один раз на n то это значит что на каждый даже если самый худший случай мы будем все время туда добавлять или все время оттуда удалять на каждый n операции будет приходиться еще ровно одна операция по масштабированию которое внимание занимает и он операции таким образом средняя операция добавления будет отличаться от в случае наличия масштабирования только мультипликативный коэффициент а оценка вычислительной сложности будет такая же большое то от единицы вот вот этот нехитрый трюк который долгое время ну как долгое время какое-то время программистам в голову не приходил в какой-то момент когда придумали что можно реализовывать динамические массивы пришел людям в голову и так далее между прочим в за счет если здесь все еще присутствует магистры кафедра грифмических языков у нас была задача одна из домашних по моей последней лекции по реализации вот такой штуки вот это оказалось страшно просто делать что на паскале что носить носи просто вызываешь реаллог и она за этим занимается на паскале просто говоришь с от сайс динамическую массиву и он этим занимается именно потому что на самом деле это довольно прозрачный механизм он вполне себе работает ну там только система должна конечно за вами убирать вот эти освобожденные вами фрагменты памяти такие дела это нас наводит на мысль о том что надо продолжить поговорить с чем можно еще делать с нашими списками они же как выяснилось динамические массивы во первых есть такая штука ну clear понятно удаляет все элементы можно взять просто вот так есть такая штука копия он создает полную копию как мы уже видели полная копия массива это примерно то же самое нет в документации написано в точности то же самое что его полные секции в случае списка это так в случае этого самого кортежа мы видели что он нового объекта не создает но даже не значит что это не так кстати вы не можете в случае константного объекта не обращаясь к айди вообще отличить это кофе или это тот же самый не можете ну вот это тоже самый штат . копий вот эта копия дает нам новый объект давайте мы сначала сделаем такой а равняется ну допустим 1 2 там еще список 3 4 5 6 вот это самый этот самый копия или секционирование с полными умолчаниями дает нам новый объект неравный неравный смысле равный но это пока что равный не не совпадающий с предыдущим да мы знаем что если мы модифицируем этот объект скажем а нулевое равняется куку то у нас один модифицируется другой нет это два разных объекта внимание вопрос что будет если напишу а второе нулевое равняется ну то самый кукурику что у нас изменится да совершенно справедливо поскольку мы об этом будем говорить чуть позже когда будем говорить о словарях в питоне как будем говорить о словарях там будет еще одно полю в питоне помните мы говорим вот связанные ими это связывание в питоне нет никаких имен на самом деле имя это просто словарь такой вот вот именно все ведь имя и да ну неважно так вот значит поскольку мы с вами вот эта копия никто не озаботился рекурсивным пройти по всем итерируемым объектам и от них тоже сделать копии ну потому что это целую прям вот упражнение такое да мы прошлись только по одному списку сделали копию тех объектов которые в нем лежат соответственно вот здесь вот как было вот связанный объект так и остался вот они тут вот они тут и модифицировать если очень хочется то можно сделать вот так вот дипко его вот это это отдельный о модуль в питоне который предоставляет функцию дипко пик который функции дипко действительно сделать вот этот рекурсивный обход вот тогда там будут разные объекты да вот и от вы второе а второе они одинаковые и c второе они разные но если мы модифицируем это c второе то вот естественно все раз и ничего не зайдет extent это очень забавный метод он забавен тем что как я предупреждал неоднократно но еще ни разу не показывал а плюс равно ну скажем 1 2 3 и это совсем не то же самое что а равняется а плюс 123 почему потому что что написано вот здесь справа и это следующая операция возьмем объект на который ссылается а возьмем список 1 2 3 сложим их получим новый объект поименуем этот новый объект именем а что написано слева в объект а добавить в конец 1 2 3 смотрите вот он добавляем туда 1 2 3 получаем вот такой вот это от а конечно же не меняется это тот же самый объект в кофе с которого добавлены последность разводы теперь давайте вот это наберли сделаем новый как и следовало ожидать да здесь черно по белому написано взять вот этот список взять вот этот список получить новый объектный а поименовать его именно да 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 потому что там прям вот всю память заводим по новую еще и удаляем потом вот этому хотя мы его тут тоже удаляем но не важно ну вот это соответствует специальному методу который называется extend да в общем понятно а кстати о шикарно любая последовательность вот тут кажется не любая все нет 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 не тут тут то точно не любая вот тут то что что тороплюсь а нет любая вот он взяли распаковали получили список прибавили всем хорошо то же самое с умножением тоже не происходит создание нового объекта просто происходит а приписывание в конец вот insert мы видели remove мы видели 20 еще есть прекрасный штука reverse помните мы уже сегодня видели функцию reverse вот а . reverse только она его прямо in place переворачивает такая жестокая еще сорт есть они она 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 сейчас равняется лист а зачем 2 такая жестокая штука которая переворачивает список in place и сорт тоже сейчас вы о чем в каком месте смотрите нет гвида не очень сильно заморачивался теорий значит вирта о том что функции не имеют оба этого самого побочных эффектов процедуру имеют вот реверс это метод объекта а который что угодно может делать с объектом а почему вас не смущает реверс но мне не смущает а реверс который изменяет содержимое объекта а но не смущает а . ну не знаю там нет никакого солнечного типа данных в питоне сейчас вот давайте вот что сделаем если останется время в конце лекции вы попробуйте вопрос еще задать потому что вас чуть-чуть я не очень понимаю что вы копия типа там надо с формулировками немножко да 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 если а если нет придется вам подойти а еще лучше попробуйте сформулировать как бы внятным языком и задать в часик потому что если у вас задался бы такой вопрос возник кто еще у кого-то возник я бы подумал и ответил хорошо вот но привыкайте к тому что в питоне как бы все да все эти все данные перед вами даже типа это тоже объекты такие все объекты да вот в каком виде они при передались в таком и передались в общем никто не мешает модифицировать список в списку модифицировать самого самого себя внутри собственного метода он имеет себя к себе доступ почему мне вот значит тут есть одно замечание относительно того что нужны ли в питоне вообще связанные списки вот такие вот вида пилот ссылка на следующий элемент пилот на следующими я как-то почитал нужны ли в джаве связанные списки нарвался на значит жуткий совершенно как-то сказать поприличнее неплодотворный разговор людей которые пытались доказывать значит половина из них доказывал что нужны половина что не нужны вот победили как ни странно те кто доказывает что нужны потому что выяснилось по крайней мере тогда не знаю как сейчас в джаве вот эти динамические массивы были устроены так общо там было так много всяких генерализационных обмазок чтобы все это работало всегда что связанные списки реально работали быстрее просто тупо быстрее окей в питоне все-таки не настолько монструозная подложка когда вообще может понадобиться тип данных вот линкит лист чем он лучше чем наш лист смотрите индексирование лучше по динамическому массиву поиск и там и там линейный в случае динамического массива можем сделать его упорядоченным сделать поиск бинарный по списку не можем буквально все операции кроме одной двух эта операция вставки в непонятно какое место и удаление из непонятно какого места вот эти две операции в случае линк лист действительно работают быстрее ну реально да вот они константные в случае в случае значит массива они защитление внимание вопрос вы можете придумать внятный юз кейс когда мы удаляем из списка какой-то элемент не придем не производя предварительно его поиска в конце мы уже не завален так хорошо работает но вы близки к ответу правильный ответ в начале это единственная ситуация с которой с которой питоновский лист не справляется потому что там жестко линейная сложность добавления удаления все остальные вам все равно придется искать этот элемент какая разница вы сначала n его искали там в среднем он пополам а потом среднем он пополам сдвигали кусочек массива всем нормально а вот очередь не стека очередь реализовать с помощью питоновского лист нельзя точнее можно но она будет плохая поэтому в питоне есть специальный тип данных он называется деки деки это значит такой пан это как это кламбур это гибрид и слова дек колода и кью очередь вот и этот самый деки это такой прекрасный прекрасный масштабируемый тип данных который превращается в обе стороны скорее всего нарезом просто тупо в виде кольцевого буфера вот представьте себя у вас область памяти вы добавляете в конец забираете из начала добавляйте в конец забираете из начала и вот этот самый так вот путешествует а когда она значит разбухнет память увеличится до разума и так далее вот и все с точки зрения эффективности он не намного сложнее не намного сложнее обычного динамического массива ну подумаешь там остаток отделения на текущую ширину взяли вот это вся 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 разница вот ну вот а вот значит вот вы говорите from collections импорт queen 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 в этом кью есть естественно api и append left до extend extend left и даже по моему есть ротейт поп и поп left разумеется справа слева да даже есть ротейт ротейт он переставляет элементы с конца в начало понятное дело что снять с одной стороны положить с другой стороны это дороже чем просто вот там где-то под ковром вот в этом массиве просто вот в переехать и переставить вот такие дела так что если вам понадобится не стек а очередь такая простая без приоритетов без всего используйте колоду точнее деку точнее вот не знаю как ее дикю да всем будет хорошо значит нас осталось пять минут на две темы одна из которых очевидно и и здесь присутствующим наверное можно особо не объяснять за исключением того что надо понимать что вот синтаксис который мы видим похожий там не знаю на двумерные массивы все и это не двумерные массивы вообще двумерные массивы есть но они есть специальных модулях там рэй мупы и вот это все да если мы делаем что-то типа а равняется там не знаю раз два три 4 5 6 пускай это будут даже список списков ради того чтобы можно было в них что-то присваивать и здесь были запятые правда вот и это именно список списков да мы к нему можем обращаться вот так мы можем вполне устраивать какие-то двумерные модели двумерной структуры данных это будет достаточно эффективно ну окей там будет 2 альфметические операции по вычислению адреса в этих таблицах а таблица внутри таблицы да но это все равно будет вполне себе константная сложность обращения и вот хотя конечно же если бы это был настоящий двумерный массив который просто перемножаются индексы мы получаем индекс конечно это был бы эффективнее просто вот он это иметь в виду что когда мы видим вот такую конструкцию в питоне и это стандартный тип данных например список то это просто список списков с помощью которого можно скольки угодно мерные структуры данных мы дима мы моделировать и это будет достаточно дешево может немножко памяти сожрет на хранение значит вот адресов тех элементов которые спасал свою очередь являются за счет там строками нашего массива у этого у этого способа моделирования есть один неприятный момент вы не можете проверить действительно ли ваш список списков является ну скажем прямоугольной матрицы но это нужно прям руками глазками проверять лишь посмотреть длины всего ну вот это вот неизвестно что вообще не матрицы как правило это такие вещи на них лип забивают потому что у вас алгоритм устроен таким образом что он просто не порождает такого рода артефактов на их либо забивают либо используют какие-то более крутые типы данных у кого неравных просто списка списка до в которых есть контроль за вот этим вот измерением которые короче вот это все нам с вами вполне достаточно будет вот таких вот значит моделей многомерных структур для наших решений вот значит еще как задать матрицу вот сейчас мы зададим матрицу n на n из 0 элементов значит мы уже знаем что если написать вот так вот у нас будет ну и он м запятая и она равняется 3 запятая 4 ты если вот так у нас будет список на 4 элемента очевидно если написать вот так вот то будет целая матрица на 12 элементов а а мы не так же хотим мы хотим скобочки да вот так мы хотим вот прекрасно вот что не так с этим описанием подсказка не подсказка как это я сразу начну с конца да вот с этим описанием что-то не так на что что не так да да ой поэтому надо писать так так работает вот у нас осталось кажется три минуты до значит три минуты на то чтобы еще раз вспомнить что последовательность бывает не только хранимы и вычислим и к их внутренней структуре мы пока подкопаться не можем потому что это связано с понятием итерирования которым еще не умеем вот но мы например знаем последовательность ренч вот причем эта последующей ренч даже арифметическая последовательность да скажем от 2 до 100 с шагом 3 поскольку это арифметическая последовательность Вообще-то на дни выполнимы некоторые интересные операции. Мы можем узнать ее четвертый элемент. Мы можем взять подпоследовательность. Понимаете, да? То есть она, конечно, абсолютно вычислимая. Там хранится всего эти три числа у нее в голове. Но операция индексирования, например, и даже операция взятия слайса из нее работает. Правда, он не слайс возвращает. А, ну да, видите, да, вот, пожалуйста. Потому что это арифметически вычислимая штука. Почему нет? Потому что могу. Вот. Соответственно, мы сто раз использовали for in range конструкцию. Это вот замена цикла со счетчиком в питоне. Про сортит мы уже тоже говорили. Сортит сортирует, значит, последовательность возвращает именно список. Вот. Так что сортит – это не вычислимая последовательность. Это именно штука, которая возвращает список. А еще есть реверсит, который возвращает. Давайте попробуем. А. Ну, нет. А равняется, допустим, R равняется, реверсит от A до for in R I. Вот. С этими реверситами надо быть осторожны. Они имеют свойство заканчиваться. Видите, да? Один раз мы по ней прошлись, и она закончилась. Об этом мы будем говорить, когда будем говорить об итераторе. Это нормальное свойство итератора, поэтому осторожнее с этим. С этим, понимаете, никто же не может ей сказать, а как обратно-то вернуться. И главное, когда. Поэтому вот. Значит, и есть еще прекрасная штука, которая очень часто используется для того, чтобы поменьше заниматься индексированием. Если вы хотите обратиться к элементу вашего объекта и к нему индексу тоже, ну, допустим, вот у нас есть A for in range, range. И это последнее, что я сейчас скажу. Вот len, вот A print, ну, условно говоря, I плюс A и T. Ну, пускай так, да? Ну, хорошо, через запятую. Если вы хотите сделать что-то вот такое, не делайте так. Вот эта конструкция довольно мутная. Делайте вот так. I, E in enumerate от A. И у нас тут будет E. И, во-первых, это выглядит читаемее. Во-вторых, вы не используете операцию индексирования, которая в некоторых случаях может быть, ну, не то чтобы супертяжелая, но все-таки занимать какое-то время, а взятие одновременно элемента его индекса, это гораздо более простая операция. Просто вот, ну, вот, вот, вот. Так что рекомендуется писать так, а не вот так. Кажется, это все, что я хотел сказать сегодня. Если есть вопросы, задавайте. Можно еще раз проговорить про протоколы, которые вы говорили в начале? Значит, протокол это понятие нечеткое, которое говорит о том, что наш объект может трактоваться как что-то, ну, например, как итерируемый, да, как пригодный к итерации. Это один из вариантов, называется iteration protocol. И в этом объекте, пригодном к итерации, есть два пункта. Либо у него должна быть длина и гитайтем, либо у него должен быть встроенный метод iter, который возвращает прям готовый итератор, и это будет выдавать нам на гора все элементы нашего последовательности. Если либо то, либо то есть, эту штуку можно вставлять в цикл for. Это отличается от ситуации, когда у нас, например, жестко прибито за счет цикл for, это, допустим, проход по iter от объекта. У нас может не быть итер от объекта, но протокол гарантирует, что если нет итер от объекта, но есть гитайтем и длина, мы можем сделать от нуля до конца длины. То же самое со сложением. Банальное свойство заменять операцию плюс на операцию подчерканья мул соответствующего объекта выдаст нам вариант, что, допустим, число не знает, как его умножать на строку. Протокол арифметической операции скажет другое, что если нам возвращается специальный объект not implemented, то мы попробуем еще правое умножение, если оно определено. То есть протокол, как стандартно-патрационной системе, обеспечивает связь между разными объектами и операциями? Даже если нет там... Нет, в данном случае протокол это договоренность, это о том, как себя вести. Вот так, как сетевые протоколы. Вы говорите то, вам отвечают это. А здесь это просто договоренность, которая описана, так сказать, в... Как это по-русски? Ну, в общем, в понимаемом виде она изображена в виде описивного, да, или вот в виде вот этого самого... Сейчас. Вот. Или апипитоновского, которое должно быть реализовано, чтобы поддерживать, да, скажем, нюмеры протоколы. Еще вопросы? И вот про строгую связацию. Вы, скажите, имеете в виду, что даже, несмотря на то, что мы, как бы, можем объекты переводить из одного типа в другой, но внутри это все равно какой-то строгий тип, который определенными методами просто трансформируется, или как? Мы не можем переводить объекты из одного типа в другой. Объект всегда одного и того же типа, вот никак не трансформируется. Все еще строже. Мы можем вызвать специальную функцию, которая переведет объект одного типа в объект другого типа. Не более того. Строгая типизация это ситуация, когда конкретные операции применимы только к объектам абсолютно конкретных типов. В случае питона это неизбежная штука, потому что все операции являются просто методами этих объектов. Мы не можем вызвать метод другого объекта внезапно, если мы написали А плюс Б, а у нас А плюс Б не работает. Напоминаю про домашнее задание, что у нас всего 200 посылок, пожалуйста, не пытайтесь, не решайте парковкой на слух. Напоминаю, что в формировках задач есть спойлеры. Если у вас непонятен алгоритм, можно попробовать почитать спойлер. Если вы хотите челлендж, сначала не читайте спойлер. Напоминаю, что формулировка задачи более полная находится по ссылке вот так. Тут есть подсказки. Меня тут спрашивают про iter и next, но про iter и next мы будем говорить на лекции, на которой мы будем говорить про iter и next. Не сейчас. Если нет больше вопросов, а время уже заканчивается, то всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ